Многотысячную армию гостей с южным размахом встречают в Туркестане. Город стал культурной столицей тюркского мира. На протяжении нескольких месяцев велась скрупулезная подготовка к празднику. Рядом с известным авзолеем Хаджи Ахмета Ясави появился этно-аул, где представлены богатая культура и быт тюркских народов. Территория стилизована под старину. По древнему городу прошел караван верблюдов. Праздничное настроение создают и творческие коллективы. За время, пока город будет культурной столицей тюркского мира, здесь будут проводиться фестивали анимационных фильмов, традиционного искусства и сатиры. Запланированы айтысы, выставки книг, встречи с писателями и поэтами, а также художниками. Церемония закрытия назначена на ноябрь. Тогда и станет известна следующая столица тюркского мира. Знаменитый поэт Макжан Жумабаев еще в прошлом веке писал, что Туркестан является колыбелью тюркского мира. И вот эти слова, вот эти все высказывания нашли сегодня в праздновании наурыз свое отражение. В Туркестан съехали из 25 стран мира сотни гостей. В Туркестане стали известны и обладатели крупной международной награды от организации «Тюрксой». Одна из них досталась и молодому коллективу телеканала «Хабар-24». Ежегодную премию учредили в 2010-м. В этом году ее вручили 15 средствам массовой информации. И только трем из Казахстана. В их числе оказались наш телеканал, газета «Анатоле» и журнал «Касакурд». Среди победителей также были представители Турции, Азербайджана и Узбекистана. Я считаю, что эта награда, она дорога не только нашему каналу, но и всему нашему агентству «Хабар». Это огромный труд всего нашего коллектива. Мы хоть и молодой канал, но уже успеваем завоевывать и республиканские премии, и первые международные наши премии. Это честь для нас, ну и большая ответственность. Мы теперь просто будем обязаны соответствовать международному уровню уже. «Хабар-24» специально ездил в Казан, когда объявлялся Казан столицей тюркской культуры. Ездили, команды ездили туда, снимали специальный сюжет или даже подготовили короткий фильм об этом. Потом они ездили в 2015 году в город МЕРФ, в Туркменистан тоже командой ездили. Мы это все замечаем в то время. Мы считали, что достоин «Хабар-24». «Хабар-24»